23 августа 1989 года по дорогам трех прибалтийских республик от Таллина до Вильнюса на 600 километров протянулась живая людская цепь. Это была цепь протеста против позорного договора между Германией и Советским Союзом так называемого Пакта Риббентропа-Молотова. Дорогой ценой заплатила Прибалтика за этот странный альянс за свое так называемое освобождение в 1940 году. Сталинские репрессии, лагеря, расстрелы, депортация. Останки погибших на чужбине людей возвращаются на родину. Во всей Прибалтике люди в скорбном молчании почтили память о десятках тысяч погибших земляков. Гарантию того, чтобы злодеяния не повторились, залог экономического и социального развития республики видят в обретении суверенитета. Один из главных вопросов сегодня стоящий перед каждым человеком, живущим в Литве, это как Литва будет выглядеть завтра, послезавтра и как мы хотим достичь этой цели независимости. Альтернативы независимой Литве, практически альтернативы нету. Есть другая альтернатива, это вторая и третья оккупация. Такие вещи говорят, что мы вот против социализма. И ни одна сегодня существующая организация в Литве, независимая организация, ничего не говорит о строе. Говорит единственное, что это должен быть демократический строй. А как он будет называться, это уже вещи, которые должны определять сами жители, сам народ. Проявить свою солидарность вышли на улицы Риги ветераны, латышские стрелки. Признание недействительным с самого начала подписание этого пакта дает нам, жителям, родившимся здесь, в Латвии, открыто заявить всем тем, которые, не зная истории не только Латвии, но даже истории советского государства, заявляют, что пришли и освободили нас два международных преступника, Гитлер и Сталин, договорились между собой за нашими спинами и разделили нас, те, кто говорят об отделении Латвии сейчас от Советского Союза. Но это просто непродуманные заявления. Самое главное, чтобы нам сейчас принять правильные направления этой борьбы за суверенитет. Ведь сейчас в Москве один депутат задал вопрос, как же мы так, Михаил Сергеевич, идем в правовом государстве, когда министр юстиции опять в составе правительства? Понимаете? У нас другой альтернативы просто нет. Чтобы мы жили нормально, и все остальные группы жили хорошо, мы должны отделиться. Этот корабль тонет. Нас грабят. Смотрите, за 20 лет суверенная Латвия все в кредит брала, и все кредиты оплатила. Что мы заработали за эти 45 лет здесь? Мы ничего, мы разруху заработали. Россия тоже должна быть суверенна, потому что Россия гибнет. Балтийская цепь связала людей разных национальностей, разных убеждений, не одинаково, порой полярно понимающих независимость, суверенитет. Но они едины в главном. Жить, как прежде, невозможно. Нужно всем вместе искать разумный выход, отвечающий интересам большинства. Редактор субтитров А.Семкин